Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ! Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – как адаптироваться к неординарным жизненным ситуациям, постстрессовое состояние, как выйти из него, советы психотерапевтов и психологов. Ответить на эти вопросы помогут наши гости. Врач-психиатр, психотерапевт, заведующий отделением пограничных расстройств областной клинической психиатрической больницы, кандидат медицинских наук Наталья Александровна Максименко, а также доцент, заведующий кафедрой психологии Запросского национального технического университета, кандидат психологических наук Светлана Владимировна Походенко. Наверное, не случайно сегодня возникла необходимость говорить вообще о психическом здоровье населения как таковом и в свете последних событий в частности. Что же такое психическое здоровье? Что же такое хорошее психическое состояние? Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье – это состояние полного благополучия, при котором личность может полноценно функционировать, полностью реализовать все свои возможности и потребности, адекватно, правильно реагировать на простую жизненную стрессовую ситуацию и полностью адаптироваться в обществе и приносить пользу тому социуму, в котором он находится. Понятие благополучия на сегодняшний день пересмотрено, и оно стало более ёмким и более полным. Благополучие под собой подразумевает состояние психического, то есть душевного комфорта, социального благополучия и благополучия физического. В свете последних событий и в свете того, что всё-таки пересмотрено понятие благополучия, на сегодняшний день понятия психическое расстройство и психическое здоровье не являются тождественными. Не каждый человек, который имеет психическое расстройство, считается психически нездоровым и наоборот. О чём я говорю? О том, что каждый третий человек, анализируя понятие благополучия, нуждается в помощи психиатра. В Запорожье существует областная запорожская психиатрическая больница. Я очень бы хотела обратить внимание аудитории на то, что существует три отделения пограничных состояний, которые оказывают помощь пациентам, которые нуждаются, может быть, в консультации, может быть, в психологической коррекции, психотерапевтической коррекции, просто в беседе. Очень бы хотелось сегодня немножечко разрушить или расстроить миф о понятии, о таком понятии, как клеймо, ярлык, стигматизация психически больных. Я хочу призвать вас к тому и заверить, что психиатров и психиатрической больницы бояться не стоит. Психиатры не берут пациентов и не ставят их сходу на учёт и не мешают им жить и адаптироваться в жизни. Как правило, наша помощь только помогает реализовать свои жизненные функции и помогаем адаптироваться к жизни. Не бойтесь нашей больницы, приходите к нам. У нас отделение пограничных расстройств располагается несколько обособлено от психбольницы, как таковой и в целом. Огромный комплекс психотерапевтических услуг, физиотерапевтических услуг, психологической, медицинской помощи. Очень много расстройств адаптации. Мы оказываем помощь людям с нарушениями сна, с депрессиями, с тревогами. Пройдя курс лечения у нас, за достаточно короткий период времени, 2-3 недели, человек возвращается к своему обычному функционированию, возвращается работоспособность. И мы можем, в общем-то, слышим благодарные отзывы и ещё никому не испортили жизнь и не нарушили её. Поэтому очень бы хотелось, чтобы такие телепрограммы, телепередачи ставали более широкими. Мы могли нести эту информацию в массы более широко. Если же есть какие-то проблемы, есть какие-то вопросы, в областной психиатрической больнице есть два телефона доверия, которые, в общем-то, работают круглосуточно. Запишите их, пожалуйста, я продиктую. 06 12 96 77 17. И второй телефон 061 233 61 91. По этому телефону всегда вам ответит врач и исполнит роль координатора, психотерапевта, расскажет, подскажет, что делать, куда обращаться. Вы можете обращаться в любое время со своими проблемами. Я хотела бы более подробно остановиться на таком специфическом психологическом состоянии, которое называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это то состояние, которое сейчас могут переживать очень многие люди в связи с острыми изменениями социальной, общественной ситуации, которая происходит в стране. Вот что такое шоковая травма? Когда человек оказывается в ситуации, неожиданно причем, которая несет угрозу его собственному физическому здоровью или несет угрозу жизни и здоровью его близких, он переживает так называемую шоковую реакцию. Вот в норме, если человек попадает в такую ситуацию, он сначала замирает и потом резко убегает. Ну вот такое естественное природное реагирование. Но социальный человек очень часто не имеет возможности так поступить, но в силу разных причин. Например, те люди, которые находятся на митинге и пришли туда, чтобы выразить свои политические убеждения, они не могут резко убежать, если вдруг начинается драка или они слышат выстрелы, которые, ну может быть, даже это и не настоящее оружие, или взлетает резко петарда. Но ситуацию шоковой травмы они переживают актуально. В общем, казалось бы, сначала людям кажется, что с ними ничего не происходит. Ну как будто бы, да, это событие окончилось, они испугались, они приходят домой, и вроде бы ничего, они стараются как можно быстрее забыть та типичная ошибка, которую делают люди, они стараются как можно быстрее забыть о вот этом пережитом трудном состоянии. Но дальше события разворачиваются и в внутренней психологической жизни. Для них достаточно опасно. Вот это событие пережитое, и вот эта реакция, которую они не смогли отреагировать, физиологическая, убежать, из-за того, что вот это напряжение накоплено в теле, и психическое напряжение тоже не получило разрядки, у человека начинаются сложные эмоциональные и психологические состояния. Ну, первые такие признаки посттравматического стрессового расстройства состоят в том, что у человека снижается общий тонус, как эмоциональный, так и физический. Но он чувствует апатию, усталость, слабость. Ему могут начать сниться страшные или даже кошмарные сны. Он может начать просыпаться во сне. Это явление бессонницы, ну, неожиданно, резко. И дальше потихоньку у него начинает нарастать раздражительность, беспричинные вспышки ярости. И то, как вы можете обнаружить человека в постстрессовом состоянии, у него как будто бы такой немножко стеклянный взгляд, и он не очень контактный. Он рассказывает своё, как бы очень сильно эмоционально, но не очень контактирует с окружением и не очень чувствует и переживает реальность. Далее, его начинают интересовать только события, которые имеют, ну, пиковые переживания. Очень, ну, они стремятся к ситуациям и к событиям, чтобы снова и снова пережить вот это вот, ну, сильное эмоциональное состояние. Ну, и таким образом могут осознанно или бессознательно попадать в опасные для своей жизни и здоровья ситуации. Как оказать помощь человеку, который оказался в ситуации шоковой травмы? Ну, те люди, которые, ну, такими событиями могут быть аварии, катастрофы, операции, ну, если в обычной жизни. То, что мы сейчас видим, ну, это могут быть реально какие-то драки, это события на митингах. Вот если человек оказался в ситуации шоковой травмы, первая помощь психологическая, которая должна быть оказана, человек должен быть быстро переведён или перенесён в безопасное место, там, где нет угрозы его жизни и здоровью. И очень важно, чтобы он смог поговорить с безопасными для него людьми. Родственники часто не являются безопасными людьми, потому что родственники пугаются и испытывают такие сильные эмоциональные состояния, что для человека, перенесшего шоковую травму, находиться рядом с ним ещё более небезопасно, чем с любыми посторонними людьми. То есть наиболее безопасными являются люди знакомые, но не близкие. И очень важно, чтобы человек как можно раньше, желательно до первого сна, с людьми, с вот этими безопасными для него людьми, смог поговорить о пережитой шоковой травме. Причём в разговоре, если вы будете участвовать в таком разговоре в качестве слушателя, важно не позволять человеку рассказывать о своих переживаниях, а лучше помогать ему рассказывать о том, что он видел, слышал, ну то есть чтобы он описывал внешнюю картинку реальности. И дальше человек должен поспать достаточно долгое время. Очень многие люди, вот у нас сейчас в Киеве работает кризисная психологическая служба на Майдане, и коллеги рассказывали о том, что те, кто участвовали в действиях на Майдане, не спали по несколько суток, просто находятся в очень сильно неадекватном состоянии, в том числе врачи, которые оказывали медицинскую помощь, даже те, которые не были на баррикадах. Именно потому, что сон является естественным психотерапевтом, и достаточное количество времени на сон позволяет психике вот этот даже очень сложный травматичный опыт ассимилировать. Ну и дальше, если всё-таки вы оказались в ситуации, когда вы пережили шоковую травму, нужно обеспечить такой себе режим поддержки физиологической, психологической. Очень важно физическую разгрузку, любые доступные вам способы упражнений. Лучше всего помогает бег. Если же человек не восстанавливается, то отдалённые последствия ПТСР могут быть очень опасными. Это и депрессивные расстройства, невротические расстройства, и снижение общего качества жизни человека. Наталья Александровна, есть ли у Вас статистика, как много психически нездоровых людей в нашей стране, во всём мире, и вообще какова картина за последние, допустим, десятилетия? Больше их становится, меньше? Очень большое крупномасштабное исследование, эпидемиологическое исследование Всемирной организации здравоохранения было проведено в 2002 году. По данным на 2002 год, примерно 20% нашего населения обнаруживали те или иные психические расстройства хотя бы один раз в своей жизни. Европейцы нам дают примерно 15%. Но есть большая разница между тем, сколько нашего населения обращается за помощью психиатрам и психотерапевтам, и сколько обращается в США, например, в том же или в других странах Европы. Например, по данным Соединённых Штатов Америки, обнаруживает у себя признаки психического расстройства каждый пятый, а обращается каждый четвёртый. Если говорить о ситуации вообще в мире, то на сегодняшний день 1% населения земного шара людей страдают шизофренией. Ежедневно в день происходит 3000 завершённых суицидов в мире. Это статистика за завершённые суициды. Хочу обратить ваше внимание, что в 20 раз больше это незавершённые, так называемые в кавычках, неудачные суициды. На сегодняшний день депрессия по причинам смертности является, стоит на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. К 2020 году прогнозируют выход депрессии и по причинам смертности на первое место. Это ужасающие цифры, и нам необходимо об этом думать и активно призывать население, рекламировать себя, свою помощь, свои услуги. И снова повторюсь, заверяю вас в полной безопасности обращения к нам, для того, чтобы эти цифры мы могли изменить в ближайшем будущем. На сегодняшний день в Украине зарегистрирован 1 миллион 200 тысяч человек, которые обращались хотя бы один раз на 2013 год за психиатрической помощью. Вот такая ситуация. Из них 70-75% — это люди, страдающими так называемые пограничные психические расстройства, то есть невротические расстройства, со стеническими расстройствами, то есть слабость, утомляемость, раздражительность, нарушение сна, снижение ежедневной продуктивности труда, работоспособности, умственная повышенная утомляемость, физическая. То есть это все те наши пациенты, которые к нам приходят и обращаются, и избавляются от этих расстройств. Сегодня, наверное, сложно будет бороться за одну передачу со стереотипами в отношении к психиатрам, а тревогу, наверное, испытывают большинство жителей нашего города. Что можно сделать, скажем так, в домашних условиях, чтобы немножко снять вот это напряжение, которое испытывают? Исходя из тех жалоб, которые на сегодняшний день высказывают наши пациенты, то практически у каждого звучит тревога в будущее, переживание о том, как жить дальше, что будет дальше, что нас ждет лично каждого, как в отношении личности как таковой, так и в масштабах страны, и социума, и вообще. Поэтому что делать для того, чтобы уменьшить общий уровень, скажем, тревоги, не обращаясь за помощью? Ну, необходимо правильно воспринимать ту информацию, которую мы слышим. Необходимо отсеивать главное и второстепенное. Необходимо научиться раскладывать по полочкам те проблемы, которые есть на сегодняшний день, понимая их значимость и важность. Но я еще раз хочу повториться. Если вы чувствуете, что вы одну, вторую, третью ночь плохо спите или просыпаетесь ранее обычного, на час, на два, если ваша продуктивность труда снижена, если вам стали делать замечания на работе, по учебе, вы не справляетесь, ваш уровень функционирования уменьшился, если появилась раздражительность и вы свое неудовлетворение переносите на семью, на своих близких и родных, это говорит о том, что вы уже в зоне риска по возникновению невротического расстройства и расстройства адаптации. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к нам на горячую линию или просто приедите, вам никто не откажет. У нас есть поликлиника, работают психиатры, психотерапевты. Вы всегда получите квалифицированную, абсолютно бесплатную помощь. Я хочу обратить ваше внимание, что просто дома, просто самостоятельно, на этапе уже расформировавшегося постсравматического стрессового расстройства, справиться очень тяжело и практически невозможно. Мы получим тяжелые осложнения в виде депрессии, в виде тревоги, след за ними суициды, частое злоупотребление психоактивными веществами и алкоголем, и наркотиками. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нами. В первую очередь, эта помощь должна быть наша помощь, которую мы оказываем комплексная, то есть медикаментозная, психотерапевтическая и психологическая. Пожилые люди смотрят телевизор, смотрят информационные каналы, смотрят сутками напролёт. Естественно, это откладывается на их сознании, естественно, это приводит также в том числе и психическим некоторым расстройствам. В связи с этим вопрос, насколько часто к вам обращаются за помощью именно пожилые люди или же дети или опекуны пожилых людей, которые испытали вот эту самую телевизионную зависимость? Да, это есть и есть зависимость от той информации, которую наши пожилые пациенты, пожилые люди получают из телевидения. И проблема даже не в том, какую они её получают, а как они её интерпретируют, и как они её видят для себя, и какое будущее они себе рисуют. Да, к сожалению, это есть, и обращения есть, уже зафиксированы, и мы с этим тоже работаем. Это действительно сейчас очень важная проблема, когда дети в детском садике уже начинают играть в похороны героев Майдана. Это, в общем, уже сложная ситуация. Всё-таки дети не должны играть в похороны. Поэтому в качестве рекомендации всем родителям, которые нас сейчас слышат, понятно, что хочется быть в курсе, хочется следить за новостями, позаботьтесь, пожалуйста, о том, что когда вы смотрите новостные информационные политические программы сейчас, чтобы ваши дети, особенно дети маленькие, дети дошкольного возраста, не находились вместе с вами у экранов телевизоров. Потому что те последствия для их психики, которые вот эти травматические события, которые не видят с экрана, могут иметь, они отдалённые, непредсказуемые, и, в общем, не в интересах родителей травмировать детей таким образом. Наталья Александровна, я буквально вчера узнала о ситуации, в которой оказалась моя знакомая в декрете. Она не может выйти к психотерапевту, за помощью обратиться. Собственно, вызвала скорую помощь, и там развели руками, сказали, ну чем мы вам поможем, кроме как вколоть успокоительное. Можно ли вызвать психотерапевта или психотранатом? Конечно, можно. Безусловно, мы оказываем и такие услуги, и существует очень большой раздел. Это амбулаторная психиатрическая служба, поликлиника, так называемая, которая тоже располагается у нас на Седово-6. Вызок психиатра можно оформить, прийти, объяснить, почему человек не может обратиться по каким-либо причинам, и обязательно врач-психиатр посетит пациента на дому. Ну и ещё раз хочу сказать, что в таких случаях, вот о котором вы говорите, да, то вполне можно было бы обратиться к психологу. И психолог тоже мог бы приехать домой и оказать, ну хотя бы первичную психологию. Любой психолог, он скажет, достаточно ли сейчас просто психологической консультации, или нужно дальше обращаться за психиатрической помощью. Потому что психологи всё-таки работают в рамках психологической нормы. Пока ещё состояние человека таково, что он является адаптированным, то есть он контактный, он способен поддерживать беседу. Если психолог видит, что состояние человека уже настолько тяжёлое, что ему нужна психиатрическая помощь, он, конечно, об этом скажет. Светлана Владимировна, к Вам вопрос. Вы сказали, что сейчас у Вас есть такой внутренний профессиональный договор работать бесплатно. Скажите, о ком конкретно идёт речь? Вы имели в виду психологов, которые ведут частные приёмы, психоаналитиков. То есть кто сейчас работает бесплатно по оказанию вот этой помощи? Это не гласная договорённость, которая существует между всеми частно практикующими психологами и психологи, которые работают в социальных службах. Там точно есть бесплатный приём. Но все частно практикующие психологи сейчас оказывают бесплатную кризисную помощь. Но это в области профессиональной этики, потому что психологи, как и врачи, как и все другие люди в таких сложных обстоятельствах тоже хотят нести свой вклад в общее состояние общества. Человеку, который садится к телевизору или открывает интернет, нужно всё-таки, наверное, понимать, что в том числе он попадает под воздействие информационного оружия. Каким образом можно отличить, скажем так, обычную информацию или, может, по каким-то строчкам, по каким-то использующимся в тексте фразам агрессивной направленности? Как можно отличить человеку, читателю обычную информацию от той, которая может нанести ему вред, вред его здоровью психическому? Саму информацию различить практически невозможно, пока человек её слушает, потому что современные манипулятивные подходы и тактики очень изощрённые. Особенно такими возможностями обладают электронные СМИ. Это телевидение, где рядом с аудиальным сопровождением ещё идёт визуальная картинка, которые взаимно дополняют друг друга. То есть пока человек находится в информационном потоке, он должен понимать, что любой человек, независимо от уровня своего интеллекта, образования, подготовленности, он является объектом психологического воздействия. Мы все сейчас являемся объектом психологического воздействия. И понятно, что идёт информационная война. И понятно, что тот, кто победит в этой информационной войне сейчас, таким и будет наше будущее, потому что основная война сейчас идёт за мировоззрение, за умы, за взгляды людей. И мы являемся теми, на кого эта война направлена. Выключаться периодически, выключать телевизор хотя бы на время или отходить от него. А какие сейчас глубинные психические основы функционирования, скажем так, индивидуума затронуты в данный момент? Собственно, в чём суть вот этого конфликта внутреннего с точки зрения психолога? Периоды, когда резко меняется, либо внешняя ситуация, либо внутренняя, как раз люди встречаются с вот этими экзистенциальными данностями прямо. Да, мир конечен, да, он хаотичен, да, я одинок. И, конечно, они переживают очень сложные психологические состояния. И для проживания этих состояний тоже есть специальное направление помощи и психологической, и психиатрической, в зависимости от тяжести и глубины травматизации человека. Вот, и экзистенциальные кризисы, они наиболее опасны суицидальными попытками, потому что если во всех других расстройствах человек осуществляет демонстративные сначала суицидальные попытки, то в ситуации экзистенциального кризиса человек утрачивает смысл жизни и осуществляет реальную, хорошо подготовленную, как правило, заканчивающуюся, ну, плачевным для него результатом суицидальную попытку. Вы уже затрагивали тему обращения отдельно к психологам, отдельно к психиатрам. Вот скажите, вот эта вот грань, когда можно обратиться к психологу, а когда уже нужно к психиатру? В самой психологии есть тоже очень много подразделений, да, и есть такой раздел, как медицинская психология. Так вот, медицинская психология, она, это та наука, которая изучает те или иные психические процессы, которые происходят в организме человека, в его психике, при тех или иных психических расстройствах. При нашем учреждении, при нашей больнице, совместно с нами, в комплексе с нами, нам оказывают помощь и работают с нашими пациентами медицинские психологи. То есть, когда уже есть расстройство, то или иное, тяжёлое, менее тяжёлое, расстройство адаптации, мы работаем совместно с медицинскими психологами, уже имея, ну, определённый уровень расстройств, то есть имея ту или иную болезнь. Психологи, они работают условно в границах психологической нормы, психиатры работают там, где мы говорим уже о некотором психическом заболевании. Но граница эта, она очень размыта. И, ну, сказать однозначно, даже при первой встрече, является ли это норма или это уже, ну, болезнь, трудно. Поэтому, с моей точки зрения, неважно, куда человек обратиться. Если он чувствует, что у него, его состояние таково, что он сам с ним не справляется, ему надо пойти куда-нибудь. Психолог не станет работать с человеком, если ему нужна психиатрическая помощь. Психиатры не станут лечить таблетками здорового человека и скажут, видите, вам нужна психологическая поддержка. Вот. В этом смысле, если говорить о человеке, ему просто надо куда-нибудь пойти, найти первое доступное для него место и туда обратиться. К сожалению, существует такой стереотип, сами вы об этом говорили, да, что я не буду обращаться к психотерапевтам, потому что это как-то там отобразится на моей репутации, карьере и так далее. Ну, понятное дело, что сохраняется принцип анонимности, видимо, обращения. И скажите, все-таки, человек, который предпочит обратиться вот именно в клинику, в каком случае его обращение будет зафиксировано, то есть он будет поставлен на учет? На учет ставится, на диспенсерный учет ставится только пациенты, страдающими тяжелыми формами психических расстройств, тяжелыми. И опять же, по согласованию с самим пациентом. Без согласия пациента мы можем… Есть такая статья в законе, да, которая говорит о том, что без его согласия мы можем работать с пациентом, только если он представляет угрозу для общества, для себя или не может обеспечить свои жизненно важные функции надолжным образом вследствие своего тяжелого психического расстройства. Только тогда. Так все это делается в согласовании пациента. Пациенты с невротическими расстройствами, с астеническими, с расстройствами адаптации на учет к психиатрию не ставятся. Информация сугубо конфиденциальная. Из распространения этой информации мы несем ответственность. Это все остается в стенах нашего учреждения. А что надо культировать для того, чтобы психически здоровым оставаться? Знаете, есть одна избитая фраза психотерапевтическая. Она очень простая, в то же время гениальна. О чем говорят психотерапевты? Что жить нужно здесь и сейчас, сегодня. И меньше думать, и меньше нагнетать тревожными мыслями о будущем, о завтрашнем дне. Негатива в жизни очень можно. Нужно уметь радоваться в жизни. Нужно уметь думать о хорошем. Нужно воспитывать в себе такие черты характера, как искренность, доброжелательность к людям. Ведь если мы будем доброжелательно относиться к обществу, к окружающему миру, то мир ответит нам взаимностью, таким же отношением. Нужно культивировать семейные ценности, понимать, что наш крепкий тыл и наше хорошее самочувствие, хорошее состояние – залог нашего успеха. Конечно же, это наша семья. Для кого кто? Дети, родители, дяди, тети, братья, сестры, мужья, кто угодно. Семья в том большом смысле. Для кого-то семья – это его работа, это его крепкий тыл. То есть человек должен уметь находить для себя отдушину и реализоваться, и адаптироваться в тех условиях жизни, в которых он находится. А в любой жизни, в любой жизни, в любой ситуации всегда есть положительное. Просто надо научиться его видеть и фиксироваться на этом. Мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин